Всем огромный-огромный жаркий приветик и наконец-то я с вами и хочу вам показать, как мы будем делать покрытие на вот такие широкие, нестандартные, не модельные ноготки. Ну в принципе, как у меня и просили в комментарии. Первым делом мы приступаем к снятию. Снятие делаю керамической фрезой с синей насечкой. В прошлый раз у нас было минимальное выравнивание, так как гель-лак был с хлопушками, а это дополнительно придает объема. Плюс не забывайте, родной ноготочек у нас широкий, имеет такую арку, поэтому если мы и делаем выравнивание, то минимальное. Средний ноготь в течение месяца мы чинили несколько раз и все равно, вроде бы клиентка пришла с ним, но когда я делала снятие, у меня произошла чепышечка. На других ноготках все относилось отлично, но вот страдалец у нас был только средний. Снятие мы сделали достаточно быстро, поэтому переходим к пилу. Форму мы не меняем, лишь убираем длину. Ходить нам около трех недель, плюс нужно еще починить как-то средний ноготочек. Пилочка у меня тоненькая, OPI пилится тоже достаточно быстро, так как базы у нас особо нету. Ну, естественно, после того, как я подпилила форму, толщина мне не мешала, так как тонкое покрытие, но все равно необходимо зашлифовать старый материал и сравнять с родным ноготочком. На этих ноготках всегда кажется, что очень толстое покрытие, толстое выравнивание, хотя дело далеко не так. Я всегда делаю минимальное, сейчас вы в этом убедитесь. И покажу вам, как все-таки наносить новомодные светоотражающие гель-лаки, чтобы они были плотными и не придавали дополнительной толщины. Форма у нас миндалевитный овал, так скажем, от точки в рост веду к центру ногтя. Форма у меня это достаточно популярная, делает ее у меня, наверное, каждая вторая клиентка. С квадрата как-то ушел в народ. Девчонки, а как у вас обстоят дела с формами? Какая у вас самая популярная? Ну, а со средним ноготочком все очевидно. Я просто зашлифовываю старый материал и с правой точки в рост введу нашу форму. Ну, приближенную, естественно. После выкладки уже сделаю полноценный опил. Кутикула у нас здесь тоже нестандартная, не модельная, как многие пишут в комментарии. Поэтому отбегаю ее апельсиновой палочкой, так как она налипшая и достаточно резиновая. Почему не пушером? А все потому, что ноготь имеет и сгиб, и пушер, ну, пушер, честно говоря, меньше, чем наша кутикула. Наш ноготочек проще это сделать апельсиновой палочкой. Глубже можно приподнять кутикулу. Далее беру пламя диаметром 23. Сегодня я буду работать только на реверсе. Аппарат включен у меня на 12-15 тысяч оборотов. Аккуратными стежковыми движениями. Глубоко под кутикулу я фрезу не засовываю. Лишь чуть-чуть, так скажем, подчищаю птеригий. Если просто очень глубоко залезть, клиентку можно ранить, если там есть у нас склейка. Ну, естественно, выворачиваю кутикулу для удобного среза. Для того, чтобы мне было видно, что нужно срезать. Для того, чтобы было видно, что находится у нас под кутикулой. В общем, это очень удобная техника. Лично для меня, ну, то есть совмещенная между комби и аппараткой. Делаю все зеркально. То есть точно так же прочищаю в пазухах, шлифую боковые валики. Просто аппарат у меня вверх ногами, грубо говоря. Кусачки от Silverstar на 6 мм. Аккуратненько срезаю кутикулу. Она у меня не срезается тонкой полосочкой. Точнее, не всегда, так как она у нас достаточно тянущаяся, резиновенькая. Ну и плюс, когда я выворачивала кутикулу, в некоторых местах она истончилась. После среза кутикулы я опять беру ту же самую фрезу пламя с красной насечкой и прохожусь под кутикулой. Если что-то я где-то недовычистила, обязательно дочищаю и зашлифовываю кутикулу. Ну и все, наши ноготки готовы. Поэтому убираю пыль, хорошо обезжириваю. Наношу бескислотный праймер и начинаю достраивать наш уголочек, который треснул еще, не знаю, пару недель назад. И тут при снятии я его доломала, так скажем. Выставляю акрилатик апельсиновой палочкой, также решила не заморачиваться, не брать кисточку, а доделать это все апельсиновой палочкой и обезжиривателем. И уже после этого я беру Раббер базу от Рокнейл классическую. Она не густая и не жидкая, не могу сказать, что у нее очень средняя консистенция, хотя ранее она была богущая, могу сказать. Сейчас такая жарища, что все материалы просто плывут. И заметьте, что я наношу в тонкий, в тонкий, в тонкий слой. Даже там, где мы делали, так скажем, поднаращивание, достраивание уголка. По факту мы просто нанесли базу тонким слоем и все, без выравнивания. И сразу же перехожу к опилу нашего достроенного угла, нашего сломанного ногтя. В принципе, туда показывать нечего, точно так же подпиливаю, просто там, где у меня есть лишняя толщина, уже подпиливаю сверху базы. Ничего в этом страшного нет, так как светоотражажки мы будем наносить уже выравнивающим слоем. Толщину также можно подпилить под ногтем. Беру гель-лак от Rocknail 717 New York. Наношу тоненький-тоненький слой на наш ноготочек. И дальше, внимание, беру капельку побольше. И начинаю просто делать выравнивание, распределение материала, чтобы цвет у нас был плотничком. Что я могу сказать про эти светоотражажки? По факту это просто пигмент, просто база, то есть просто блестящий гель-лак, который очень сверкает на солнышке или когда на него падает какое-либо освещение. Но как при стандартном выравнивании, ручку я не переворачиваю, ничего не успевает убежать в боковые валики. Также ноготь не смотрится толстым, поэтому я решила сделать второй слой, чтобы хорошо прокрасить уже под кутикулой. И да, сразу знаю, что будет очень много вопросов, девочки. Гель-лак отлично просыхает. Но, естественно, это прокатит не со всеми гель-лаками, например, с желтым или с красным или с черным. В общем, все зависит от плотности. Перекрыла все финишем от Rocknail Rubber. И вот что у нас получилось. Смотрите, как они смотрятся в обычном освещении. Сейчас я выключу лампу и как они будут смотреться уже просто со вспышкой от телефона. Наверняка вы видели похожие ногти уже в Instagram и, не знаю, в любых приложениях, так как эти гель-лаки реально покоряют и сердца клиентов и вообще очень круто смотрятся. Думаю, будут топовые дизайны с ним на Новый год. Ну и на этом на сегодня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ноготочки мы сделали достаточно быстро, где-то за час двадцать. Ну все, всем пока-пока!